всем привет это игра фарминг симулятор продолжаем играть на карте балдейки нам как обещал вчера сегодня мы продолжим продолжим убирать наши поля созревшие вот и я уже попробовал купить комбайн денег хватило только на один вот вчерашний комбайн я продал и собственно вот у нас там было я не помню 500 чем-то либо 600 чем-то тысяч вот и собственно комбайн у нас выглядит следующим образом найдем вот так выглядит в принципе а вы скажете да ну такой же как прошлый раз да ребята он выглядит так же как в прошлый раз но есть одно но и это но мы сейчас увидим сейчас я прицеплю жатку и мы отправимся на поле где собственно я вам и да елки-палки и покажу плюс данного комбайна не люблю я вот так вот транспортировать жатки они там болтается как дерьмо сзади вот и это не очень хорошо следующее какое поле у нас созрелая по моему поле она у нас рядом с номер я не помню но но она рядом с свекольным с шестым полем по моему номер 7 сейчас я гляну точно до номер 7 также мы сегодня попробуем пересоздать маршрут на уборку травы так как прошлый раз у нас возникли проблемы с уборкой травы и нам данную проблему решать рано или поздно придется но вот я хочу попробовать ее решить в этой серии в принципе у нас трава есть там наверное но около 1000 тонн но все равно лучше конечно когда ее у тебя очень-очень много все отцепим сейчас сжатку ну и прицепим ее спереди развернул я уже комбайн в процессе движения пока мы ехали убирать будем тоже при помощи курс-плея вот и собственно давайте для начала наверное создадим маршрут поле это у нас номер 7 до номер 7 и собственно сразу ширину жутки выставляем и поле номер 7 выбираем стартовый угол у нас юго-запад и мы двигаемся на север готово странно почему у нас смещение идет вот так в сторону возможно возможно у нас там немножко неровное поле ну кто его знает курс-плею скажем так виднее давайте назовем поле номер 7 как мы седьмое поле писали я точно не помню 7 по моим поле уборка зерна так уборка зерна в скобках комбайн это сделано специально для того чтобы не перепутать потому что уборка зерна и это еще может быть в моем случае и вывоз зерна с поля ну там на склад какой то так здесь все у нас выставлено с ближайшей точки у нас стоит ну мне кажется вот он видите как начал не с самого начала ну да да ладно скорость и здесь маленькая печально печально ну да здесь смотрите наверно поле все-таки немножко неровное поэтому здесь смещение небольшое присутствует но не знаю не знаю поставил я новый комбайн купил его возможно там привязка действительно к широкой нежатки но с нашими скажем так полями здесь особо не повернешь вы спросите был ли смысл менять тогда комбайн да смысл был ну во первых я думал что данный комбайн будет быстро работать ну тут вот есть нюанс вот у этого комбайна очень большой бункер поэтому отвлекаться мы на разгруз часто не будем ну так будем периодически поглядывать и разгружать его но это будет крайне крайне редко здесь у нас процесс уборки пошел я только не знаю планировал я его так убирать либо по другому направлению сейчас мы доедем до посадки и посмотрим если там нормально разворачивается комбайн значит в принципе все правильно ну по моему по моему я рассчитывал именно на такое направление да там по моему места более чем достаточно сейчас еще сюда пригоним другой комбайн который будет у нас собирать солому вот и собственно запустим тоже скопируем маршрут и запустим его следом за комбайном особо торопиться мы не будем потому что да вот здесь ширина позволяет потому что скорости у них разные подбор соломы идет значительно быстрее и в принципе все все равно он будет вплотно уехать за данным комбайном так хорошо теперь нам надо добавить данный комбайн в раздел комбайны это у нас третья группа чтобы его не искать постоянно ну и собственно так где наш вот он подборщик сейчас сразу скопируем маршрут здесь у нас маршрут отсутствует поэтому смело можно копировать да вот этот маршрут будет скопирован так здесь кстати у нас наверное надо будет подвозить сейчас ингредиенты какие-то да действительно у нас здесь заканчиваются ингредиенты поэтому стоит задуматься об этом так давайте здесь с края поля проедем как раз будет начало начало того поля где нам собственно и убирать так ну что ж запускаем запускаем по маршруту он четко становится на рядок оно конечно с самого начала не подбирает но что поделаешь сейчас он все включит вот собственно и пошло дело ну вы видите да там было 9 км в час здесь 20 19 20 км в час разница в 2 раза больше то есть естественно он его догонит так здесь мы тоже в принципе проблемы решили свои давайте теперь посмотрим что у нас здесь а здесь у нас следующая здесь у нас есть сечка сечка нам пока не нужна ее мы отвезем на склад также нам нужно будет укатать сейчас ячейку на биогазу и продать рыбу там у нас какое-то количество есть спрашивали вы у меня почему я не продаю на коптильню рыбу почему я продаю ее в магазин если честно я просто даже не смотрел что там можно в коптильню продавать про то что там принимают рыбу гораздо дороже я вообще не знал вот поэтому тупо продавал в магазин ну и плюс еще магазин чуть чуть поближе был расположен так здесь готово здесь у нас пшеница ну там я не посмотрел а что мы убираем пшеницу либо ячмень поэтому пока данный грузовик у нас курит в сторонке так так рыба вот она рыба поедем сейчас отвезем ее в коптильный цех так здесь у нас мостика нету а нет вот он по моему мостик поедем сейчас немножко другим путем полями надо также нам накопить нам на еще один комбайн тут не так много надо 380 тысяч стоит данный комбайн вот и жатко я не помню покупал я или нет жатко еще 80000 в принципе в принципе нам данные деньги набить не составит особого труда вот и можно начать убирать кукурузу и естественно вывозить ее либо на мукомольной либо на склады так ну скорее всего это пшеница скорее всего это пшеница на всяком случае будем надеяться на это здесь у нас дороги нету и это печально дорога здесь у нас заканчивается но тут у нас не засеянное поле поэтому проедем по полю и посмотрим где тут коптильня ну коптильня вон наверно наверху с этой стороны наверно въезда нету есть наверно со стороны трассы да так оно есть а нет смотрите вот есть какой-то въезд сейчас посмотрим что у нас тут ну здесь теплоцентраль у нас вот она явно рыбками здесь нельзя ну вот наверно вот она коптильня либо это либо соседние это нет тогда получится вот это или вон там а вот наверно вот он вот он резервак скорее всего вот это там потому что как такая знаете как как друшлаг или шина там вот аж приходится заезжать туда в глубину ну вот а если особо не заезжать так глубоко то процесс разгрузки прерывается так ну что ж давайте посмотрим есть ли у нас в гараже комбайн наш что-то пропал понятно начинает глючить карта в смысле игра нажимаю я на гараж и у меня здесь категории пошли какая-то мутная схема вот видите что происходит прям какая-то жуть ладно наверное не судьба нам будет купить сегодня второй комбайн это немножечко печалит есть такие проблемы с этой картой поэтому я и долго искал хорошие комбайны но по сути так и не нашел в принципе деньжат нам на покупку комбайна уже хватает 150 тысяч ну кстати по моему не так много о блин здесь мы даже проехать что не можем вообще здорово я думал через этот ангар можно проскочить так ладно нет так нет вот у нас наверное коптильный цех да вот коптильный цех написано там у нас электрички ездят в стороне также вот засохшее поле но мы его вовремя купить не успели поэтому там весь урожай засох отправить отправимся сейчас мы опять за рыбой оставим машину и пускай она загружается поеду я наверное опять не через мост вот здесь я поверну как то не очень мне там петлять нравится поэтому ух ты а здесь же у нас тупик да дела все равно придется через речку перепрыгивать ну да не очень много мы выиграли ну вот мы видим да крон догнал наш комбайн и собственно появляется теперь периодически вот такая табличка о том что препятствие нашего комбайна но это лишь только тогда когда он поворачивает на рядок тогда такие вот проблемы возникают заеду я сейчас немножечко иначе не буду задом заезжать я сейчас буду рыбу грузить в кабинку мне так удобней вот так вот раз вот вот так вот и в кабину будем загружать рыбу так смотрим дальше что у нас здесь а здесь у нас свекла это излишки свеклой и эти излишки мы отвезем на овощную базу овощная база вот она наша так сейчас еще нам надо будет начать уборку свеклы на восьмом поле ну там не сильно большое поле поэтому особо проблем не будет с этим у нас данный автомобиль у нас сейчас будет вывозить это дело так мне нравится мне вот эта эстакада вот этот вот поворот немножечко я так вот промахиваюсь на поворотах ну если бы здесь еще какой-то трафик бы ездил то наверное вообще печаль была бы так а собственно вот там вот она свекла вот она это поле вот здесь оставим машину и давайте посмотрим что у нас с песком песок почти насыпался здесь здесь у нас убрано уже смотрите сколько много пшеницы ну либо и чменя что это у нас я немножечко не догоняю тут оставим машину почти полный кузов так нам сейчас будет нужен еще один грузовик поэтому сейчас я данный данный грузовик я разгружу вот и займемся поставлен на засев поля двенадцатого там у нас тоже ну как и говорили есть косяки на полях я сначала не догонял что за косяки ну наверное вот косяки с посевом то что не очень хорошо засеивается поле постоянно прерывается процесс посева и это очень сильно напрягает это когда нанимаешь работника так нам не прискочить бы элеватор собственно вот он здесь у нас пшеница я не знаю что у нас убирается на седьмом поле возможно это тоже пшеница но чтобы не рисковать я лучше выгружу данный груз который у меня есть и на тот случай если вдруг там у нас не пшеница а ячмень и в принципе так нам все равно пришлось бы разгружаться потому что есть планы на то чтобы затарить смесители сейчас доедем до наших складских помещений увидим застряли в табличке причем реально застряли хотел обогнать бумер но бумер тоже немножко ускорился и нам создал помеху не вписались мы немножко по бездорожью лишний раз ездить не будем побережем подвеску здесь и так хватает всяких неровностей так начнем мы наверное с силоса ну вот он силос есть у нас ну что-то не хочет сыпаться вот все пошел процесс загрузки что я хотел еще сделать а я хотел продолжить процесс посева здесь мы уже видим немножечко взошла наша пшеничка ну вот какие-то проблемы все же с посевом у нас все же присутствуют почему-то он прерывает этот посев и постоянно убирает американские карты не стримишь ну почему в принципе можно и американские любые интересные карты можно стримить вот сейчас просто я играю на данной карте пока вроде бы устраивает вот если попадется какая-то интересная американская ну не обязательно американская любая карта будем играть на ней так единственное я не буду играть на польских картах уж очень они косячные вот что что а польские карты ну просто беда польские и белорусские так ну вроде бы сейчас начал убирать невозможно вот на этом рядке все это дело и закончится не знаю нам сейчас надо глянуть что у нас у нас кстати силос закончился это прикольно силоса у нас катастрофически мало так у нас разгрузка идет по моему с левого борта значит здесь прижимаемся тогда нам наверное на все не хватит силосы а силос у нас первый вот у нас трава трик есть трик который есть ну чуть-чуть может быть не хватит так что невелика потеря если там один будет не до конца заполнен ну а естественно когда у нас смотрите может быть даже до конца будет все забито то у нас совсем чуть-чуть да у нас даже 30 тонн осталось так вот мы живем богато отвезу я этот силос на коровник хотя в принципе коровник у нас ну скажем так не самый лучший вариант потому что молоко здесь глючное молоко не продается почему-то это печально рекомендую карту ну что-то знакомое что-то по моему обзор я делал на такую карту надо бы посмотреть так высыпали мы остатки силоса и теперь давайте травки замутим надо было наверное нам пораньше повернуть потому что придется разворачиваться смесители у нас напомню с этой стороны так вот она травка ее мы тоже забираем ну травы здесь естественно больше в разы нежели силоса ну много брать не будем возьмем тоже где-то тонн сто сто пятьдесят лишку опять же выгрузим ну там не знаю либо овцам либо коровам так ну а пока посмотрим что у нас с песком да песок песок у нас почти заполнен поедем разгрузим за песок нам дают чумовые бабки здесь несмотря даже на то что это максимальная сложность по идее должны копейки платить даже вот интересно посмотреть сколько платят за песок на низком уровне сложности там наверное одну машину разгрузишь и наверное сразу миллионер кубанские просторы надоели кубанские просторы уже давно не обновляются проект данный закрыт насколько я помню вот на смену пришла Еленовка ну скажем так пока не обновлялась вроде бы как-то я особо не отслеживаю ее вот но так периодически захожу играю но крайне крайне редко потому что собственно два колхоза было поднято с колен на данной карте и в принципе ну как-то приелось что ли так вот здесь нам повернуть надо и поедем каким-то бизнесменам песок сейчас продадим они все строят строят свой коттедж никак не достроят тут уже можно песчаные замки строить по поводу еще кубанских просторов там был интересный проект они хотели сделать скажем так продолжение кубанских просторов вот и очень она такая заманчивая была карта мне очень она понравилась задумка хорошая была но как-то продолжение то ли не срослось у них что-то то ли больше упор сделали на Еленовку но по-моему кубанские просторы Еленовка это один автор вот и как-то все это заглохло обзор я тоже делал видео есть на моем YouTube канале так машину мы освободили сейчас опять подгоним вот уже видите 760 тысяч грубо говоря полмиллиона мы за полчаса нарубили продали рыбу продали песок и вот пожалуйста вам полмиллиона евро вот так вот быстро на максимальной сложности можно на данной карте рубить батки это по-моему у нас 13 серия данного колхоза на данной карте и я не помню чтобы на Еленовке на максимальной сложности к 13 серии я уже грубо говоря миллионером был там у нас дикие проблемы были с деньгами ну и естественно не было столько полей куплено как здесь вот у нас здесь 3 6 7 полей куплено на 13 серии на Еленовке у нас было куплено от силы одно но максимум 2 поля и то я сомневаюсь что даже 2 так здесь же все в разы быстрее происходит так а что-то у нас там замутка по-моему с комбайнами или нет а нет это они просто кажется что они там впереди какие-то пляски устраивают там все у нас в порядке сейчас мы затарим до конца добьем этот прицеп не хватает нам 50 тонн и заодно заглянем в бункер к нашему комбайну вот этому пшеничному и посмотрим что у него там насколько он заполнил ну наполовину наверное наполовину поэтому не будем мы ему мешать пускай работает так посев на 12 поле продолжается косяков нет вчера были косяки сегодня их да вроде бы нет да вроде бы нет так кроновский комбайн он у меня в режиме идет подборки соломы и работает он на косплее в режиме копирования маршрута комбайна вот то есть раньше я отдельно рисовал маршрут так как я принципиально нанимал работника на комбайн и ну не использовал я курсплей вот не знаю вот такой вот у меня фетиш был вот и в принципе сейчас я в основном именно так и пользуюсь то есть курсплеем и копируем маршрут на подбор соломы то есть в принципе проблем у меня с этим нет друг за другом бегают и все очень удачно так везем сечку на склад надо было не делать такой крюк а сразу повернуть в сторону коровника но мы легких путей не ищем и поехали в объезд так сечка вот а моносмеси у нас мало надо будет наверное сейчас смесители разгрузить так выгружаем сечку здесь сечки нам хватит надо будет найти какие-то моды для этих вот силостных ячеек и до установить так как здесь силостных ячеек ну просто жуть как мало можешь показать как так могу показать без проблем сейчас поставим грузовик на загрузку моносмеси и я все покажу так ну что ж где у нас комбайны короновские вот оно ну собственно ничего сложного на самом деле давайте прерывем маршрут выбираем вот здесь вот копировать маршрут вот этот ну допустим вот у нас кейсовый комбайн вот мы его выбираем вот он если он конечно работает на курс это обязательно обязательно чтобы вот этот комбайн который за которым мы хотим бегать должен быть на курс плей если он у вас работает в режиме нанятого работника то естественно никакой уборки следом не будет выбираете этот комбайн и вот на этот значок нажимаете копировать нажимаете и у вас вот здесь появляется вот это все запустить по маршруту вот здесь вот у вас уже встроены все данные ничего не надо дописывать здесь просто нажимаете запустить по маршруту и все процесс идет он сейчас идет четко за комбайном то есть он соблюдает вот эту вот дистанцию сколько у нас там тринадцати два метра то есть не надо постоянно подстраивать все идет четенько даже на штатной вот такой узенькой жатке на еленовке у нас была в два раза больше и все равно были проблемы вот вот видите он немножко еще в стороне и сейчас он станет четко на рядок ну вот так оно и есть да не за что так ну что ж сечка у нас ой не сечка моносмесь у нас загрузилась тридцать тонн всего лишь надо будет завести поросятам и телятам помнится у нас на них катастрофически не хватало ее ее это моносмесь и собственно сейчас сейчас мы это поправим дело но потом естественно досыпем травушку муравушку сюда смесителем здесь тоже не так много он намешал я не знаю соточку наверное возьмем с четырех ячеек может чуть-чуть побольше так что такие вот дела соломку мы возить сюда не будем потому что здесь она почти под завязку и в принципе нас это радует елки-палки ну что ты будешь делать все пустой бункер сто пятнадцать тонн так ладно поехали теперь свинарник оп и застряли не вписался немножко в поворот здесь надо аккуратно проезжать не разгоняться все очень компактно все очень тесно вон смотрите открывец даже вот в этих вот расширял я это поле и вот даже вот в этой болотистой местности они друг за другом следом едут и никто не застревает вот такая вот хитрая схема да еще надо будет нам замутить вон тем комбайном уборку травы перерисовать поле границы поля так вот это у нас что поросята телята поросята наверное нет нет телята это ну телятам тогда все что я думал здесь не хватает а здесь у нас всего вполне хватает так что моносмесь можно отвести коровка овец я не балую моносмесью потому что больно жирно их кормить здесь у нас тоже смотрите оказывается у нас моносмеси здесь хватало ну хватало значит хватало вернемся обратно коровник это мы высыпем вот там точно моносмеси не хватает потому что коровы они вредные и жрут почему-то в первую очередь коромосмесь коромосмесь ну наверное она вкуснее вот и я их балую кормосмеси всегда привожу поэтому они предпочитают вкусняшку съесть а потом уже если все будет печально то тогда перейти на траву и силос глючновато конечно немножко карта но что поделать да забрали весь всю кормосмесь а это 112 тонн было так что мы хотели еще сделать данным прицепом ну наверное пока ничего как вариант вывести говно можно поставив вот здесь грузовик и ух ты так и застрять можно что я в принципе и сделал и застрял ладно мы сейчас трактором поможем выбраться так а вот он да вспомнить бы еще как нам ее а вот все включил как как ее нам включить вот что вспомнить поедем сейчас говняшки вывозить с помощью вот этой приспособы очень удобная и в принципе в принципе она грузит и дерьмо и силос и сечку ну всю такую сыпучую ботву что в принципе очень удобно так так как у нас здесь в коровнике нету своего ленточного погрузчика придется вот такой приспособый вычищать так включаем а наверное далеко стоит надо было вот здесь поставить на счет посмотрим не недалеко вот он уже выкручивает и что ты если не хочешь то а он остановился что да вон пошло дерьмо грузиться ну и как видите она появляется в кузове так дерьмо по моему на данной карте продавать нельзя если честно я не помню сделаем метку куда будем выгружать данное дерьмо ну подальше естественно от коровника от наших скажем так обитаемых мест поэтому ух ты мы тут застряли что ли в какашках что то здесь какая то схема мутная выбраться у нас не получается ай беда какая какая что же делать что же делать блин да это фигуло так то вот так то вот после этого все не ну в принципе выбираемся потихонечку вот смотрите остановился еще покрутил остановился покрутил все уже не выезжаем а нет что то происходит да хитрая схема придется наверное отправлять на базу ну что ж выбраться не можем или все же можем да вот я про то же косяк карты на еленовке такого косяка не было придется отправлять на базу на базу ну что ж на базу так ой на базу так на базу так что то не догоняю где у нас а вот оно да вернуть на базу да и ты чего братан вернуть на базу ну вот мы теперь без трактора ну это временно вот он наш трактор ну естественно если постоянно вот так вот придется уезжать а скорее всего так и придется это это будет печально значит скоро будем заканчивать играть на данной карте глюки меня немножко напрягают по-моему еще какахи есть у нас у поросят с телятами но я точно не помню туда мы пока не поедем что там зацепились что нам пока хватает других забот вот поэтому пока место будем заниматься ими нам еще надо укатать целую ячейку на биогазу укатывать будем погрузчиком на этот трактор мы сейчас припаркуем а потом надо посмотреть что у нас с зерном потому что уже давно не разгружали привет привет всем привет кто к нам только присоединился это игра фарминг симулятор и играем на карте балдейкина так погрузчик нам нужен это у нас четвертая вкладка поднимем ковшик сейчас дабы он нам не мешал и не цеплялся за все это добро тяжеловато он заезжает конечно в горку поэтому я не буду особо съезжать с данной ячейки потому что проблематично потом заезжать так я и не установил мод на отображение ячеек вот этих вот силосных ну может быть это и к лучшему потому что все же закрывает он часть экрана и наверное вам не очень будет комфортно смотреть так ну а мы с вами быстренько сейчас укатаем и накроем накроем данную сечку данный погрузчик укатывает быстро и поэтому надо постоянно проклацывать эту буковку р чтобы лишний раз не кататься хай братан ягод не понимаю по-русски так учи русский язык русский язык основной в скором времени будет так никак не могу взъехать да что что такое офигеть давай ползи родной не смотрите вот это финиш вот это финиш погрузчик никак не может взъехать на эту горку сейчас попробуем взять в разгончик ну вот только в разгончик у нас получилось вот поэтому я и говорю что съезжать очень опасно потом хрен заедешь ну вот как раз мы его и укатали опустим ковшик и припаркуем погрузчик ты что-то как-то его колбасит вот здесь опять же где он собственно и стоял чтобы он не мешал потому что частенько сюда приходится заезжать и в принципе будет он нам мешать косяки на данной карте присутствуют и их очень очень много поэтому я уже если честно привык к этому так смотрим что у нас здесь здесь же у нас тоже по моему застрял автомобиль но здесь не беда здесь мы вот таким вот способом варварским скажем так выйдем так что это не очень-то и для нас плачевно так место под выгрузку навоза я оформлю ну наверное чуть попозже потому что но здесь у нас 75 тонн всего лишь это ерунда из 75 тонн я ездить в принципе на разгрузку но не хочу я рад что нравится вам ребята но учите русский язык так давайте посмотрим что у нас а у нас здесь еще трава да травку надо разгрузить сейчас мы разгрузим травку выгрузим ее смесители выгрузим ее также в коровник и на овце ферму вот и потом съездим съездим за зерно да 15 симулятор это самая топовая вещь во всяком случае лучше чем фарм эксперт так здесь мы отгрузили здесь мы тоже отгрузили вот чем мне нравится этот газон тем что у него кузов больше и ширина разгруза очень-очень большая то есть тут ну скажем так промахнуться очень-очень тяжело так здесь травка не требуется вот я умудрился промахнуться а тем временем 250 тонн осталось у нас травы на тринадцатом увы мне на тринадцатом не удалось поиграть как-то сразу я перешел на пятнадцатый так где у нас заезд с этой стороны и на тринадцатом я не играл мне кажется не сильно они отличаются может быть по технике поменьше там будет хотя моды наверняка уже все скажем так доделали чего не хватает офигеть у нас сейчас всю траву заберут коровы точняк ну значит овцы остались без травы машину оставим здесь тоже возле приемки ну вот тут пускай стоит она никому не мешает и красиво смотрится так так давайте найдем у нас тут рыба еще кстати говоря рыбу тоже бы не мешало отгрузить так не вижу где у нас у нас машины нету под зерно а вот это же было под зерно точно туплю немножко понятно понятно вот это у нас газон же был под зерно и я как-то это дело опустил давайте найдем наши комбайны они где-то вот здесь вот должны были убирать вот они кстати полна коробочка у нашего комбайна можно наблюдать следующую картину сейчас мы подъедем четенько под трубу главное в таких вот скажем так операциях не попасть под трубу второго комбайна потому что там у нас будут тогда проблемы нам вместо зерна насыпят исечки и это будет немного печально чуть-чуть наверное надо поближе к нему подъехать сейчас он в принципе остановится должен остановиться и нам будет полегче развязаться потому что все же в движении как-то не очень не очень это дело все делать хорошо это делается на курс плей но так как мы взяли скажем так логистику в свои руки то уж надо доводить до конца ман до маня маня нет сейчас кризис сейчас у всех маня нету у у меня тоже маня нету вот вот так выгрузили мы все смотрите и сложил он свое хозяйство сложил хозяйство у нас здесь кстати как я и говорил не пшеница а ячмень вот ячмень нам будет нужен для у какой колбасе для производства муки и сейчас мы поедем на мукомольный завод ну это я его так называю мукомольный завод вот привык я как то к такому названию вот на самом деле это просто тупо мельницы вот мукомольный был у нас на еленовке по моему и в принципе смысл и там и тут одинаков хотя нет там смысл был немножко иной там мы по-моему просто продавали на станции а вот здесь все же более правильный смысл скажем так мукомольный то бишь мы здесь производим муку вот с правой стороны у нас виднеются впереди меринке и туда мы собственно и направляемся окей спасибо тоже за внимание рад каждому зрителю так так теперь надо вспомнить где у нас ячменная мельница вот это наверное да да вот она ячменная мельница сейчас мы здесь разгрузим тут все не поместится естественно да вот взяли у нас сколько могли пошел процесс производства ячменной муки но остальное мы увозим на элеватор на элеватор благо он здесь тоже рядом давайте прыгнем в кабинку ух ты я так наверное проскочу проскочу элеватор немножко не освоился я еще с этой картой не все повороты выучил наизусть так как было у нас на елейновке там я грубо говоря с закрытыми глазами мог ездить и да я так и понял что в принципе ты смысл улавливаешь писанины а после того как товарищ попрощался ты тоже написал гудбай я сразу понял что америкос из тебя неважнецкий так так ячмень мы тоже выгрузили сейчас надо глянуть на какое поле мы поедем машину я оставлю вот здесь далеко уезжать мы не будем сейчас прыгнем на комбайн так это у нас крон нам нужен вот этот комбайн прервать маршрут у нас жатко почему то не собрано поедем посмотрим что у нас здесь еще есть так здесь у нас кукуруза здесь у нас так здесь у нас что это у нас что это у нас это у нас подсолнух так а у нас по моему на девятом поле что-то должно было быть посеянного только я не помню что то ли тоже подсолнух то ли что-то другое типа кукуруза и прочей лабуды да ёк макарёк не очень удобно так вот выезжать цепляешься за все просто давай удачи сейчас посмотрим что это за басня у нас здесь посеяно да здесь у нас тоже тоже у нас здесь посеян подсолнух тогда мы здесь отцепим где-нибудь сжатку сейчас наверное мы ее прицепим сзади чтобы вот так вот ух ты блин зря я это сделал чтобы не цепляться за все это добро а просто отвезем ее на базу в принципе можно отправить на базу но это как-то нереалистично будет выглядеть здесь а так вроде бы сами все это дело транспортируем транспортируем здесь тоже лук присутствует вот небольшой тоже можно косить травку но мне кажется проще замастырить какое-то поле здесь нежели нежели убирать здесь траву пусть даже маленькое поле но ту же картошку можно посадить либо свеклу так крон у нас тоже закончил работу давайте сядем в кабинку здесь обзорность получше чем у газона и все же поинтереснее видел я в продаже такие же комбайны бушные правда 2001 года данный комбайн заметьте 2001 года вот комбайну получается почти 15 лет 14 фикс 14 лет а вот и в принципе стоит полтора миллиона рублей то есть 14 лет комбайну и полтора миллиона рублей но это это дико представить сколько стоит новый миллионов десять наверное так ну что ж сейчас мы жатку где-нибудь здесь оставим хоть вот здесь вот нет здесь мы потом хрен подъедем вот тут мы еще составим вот так вот чтобы можно было смело потом подъехать и посмотрим есть ли у нас возможность купить жатку потому что у нас напомню после покупки данного комбайна начались проблемы с магазином магазин заглючил вот вы видите я нажимаю на гараж и открывается комбайн вот такая вот хитрая схема открывая жатки тоже открываются комбайны у вы и ах на любой вкладке куда б я не нажал везде открываются комбайны так о смотрите только если в эти заходишь а так это у нас что такое непонятно они одинаковые что вот эти две жатки восемнадцать двадцать семь разный вот это нам нужна жатка ее мы попробуем купить купить удалось ну значит значит быть уборки кукурузы также попробуем данной жаткой убрать подсолнух а вроде бы как ей можно убирать и подсолнух сейчас мы это делаем попробуем ну и в принципе где-то наверное минут через десять пятнадцать может быть двадцать потихоньку начнем заканчивать так кукуруза у нас есть давайте попробуем убрать данной жаткой а не кукурузу а подсолнух сейчас мы гольфу делаем на комбайне представьте такую картину когда комбайн полноценный комбайн обгоняет ну скажем так не будем говорить шейномарку а просто легковушку будь то даже жигуленок трудно представить такое так вот он вот он наш участок засеянный подсолнухом да здесь у нас немножечко проблемы были здесь ну как проблемы здесь проблем нет здесь немножко криво просто посеяно поэтому 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 будем сейчас что-то мутить во-первых надо просто попробовать будет ли уборка данные жаткой или либо нет по-моему нет а нет смотрите убирает убирает собака и все засыпал этим стружкой так ладно начнем начнем мы наверное вот с этого вот края поля сейчас я тоже нарисую маршрут для уборки так где-то вот здесь стартовать давайте посмотрим какой это угол это тоже юго-запад и также направление на север поле у нас номер один в принципе готово сразу сохраним один поле первое поле уборка зерна ну семечки я тоже зерном называю чтобы в принципе иметь в виду что можно и пшеницу в дальнейшем здесь тоже посеять уборка зерна так ну семечки естественно я писать не буду а семки говорит есть сейчас будут сейчас будут семки запускаем 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 ну опять же как и в прошлый раз немножечко совсем чуть-чуть мы вот здесь вот высунулись наружу ну и скорость смотрите а значится следующее дело в жатке ребята дело в жатке значит ту жатку мы будем продавать с жатками не модифицированными вот это модифицированная жатка двенадцатиметровая даже наверное чуть-чуть поменьше на полтора метра чем стандартная но это нам наплевать это нам наплевать потому что а скорость комбайна здесь в два раза быстрее то есть равносильно тому что мы здесь убираем на обычной комбайне но с жаткой где-то двадцать двадцать четыре метра шириной так что эффект здесь будет чумовой ну и конечно вот это вот у нас не очень анимация вот здесь вот в бункере потому что вроде бы кажется как просто там зерно какое-то то есть даже не семки семки они по идее черные должны быть и ну здесь видно что они желтые то есть вряд ли он еще их и скажет так шелушит здесь мы разобрались в принципе давайте посмотрим как она вблизи прикольно да офигенно но опять же смотрите нюанс ну это на всех картах такая это не особенность этой карты все-таки все-таки жатко это заточено было под уборку кукурузы и вот здесь вот вы видите когда идет процесс скажем так уборки здесь сразу подсолнух превращается в кукурузу вот такая хитрость ну в принципе здесь кстати смотрите у нас а йоксель моксель беда здесь то у нас жатко то поменьше прервать а у меня 13 и 2 и смотрите он один рядок пропустил а нет не то дело что говорит делаю что тварь так не то начал делать только запад на север маршрут номер один сохранить и запустить ну вот видите он вернулся нормально это мой косяк я забыл выставить ширину жатки и теперь вот мы видим упустили чуть-чуть ну там не так много может быть мешок семечек кому-то покажется это много кому-то мало ну мешок семечек наверное мы потеряли возвращаться не будем сэкономим на топливе вот если возвращаться это мы где-то литров наверное 40 сожгем вот а мешок семечек столько не стоит все процесс идет сейчас посмотрим не застрянет ли он здесь нет здесь он не застревает так далее что у нас двенадцатым полем у нас там был посев намечен посев прошел удачно просев прошел удачно далее будем сеять поле номер шесть сейчас сейчас только затарим нашу сеевку да 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 насчет коптильни я в самом начале стрима твое твой скажем так пост обозначил здесь и в принципе уже съездил на коптильню но мне кажется там не так уж и намного денег больше дают но надо сравнить вот сейчас мы ходку сделаем на магазин и посмотрим сколько нам там денег дадут на коптильне давали сто пятьдесят одну тысячу по-моему а в магазине сейчас посмотрим так сейчас только затаримся здесь мы будем сеять наверное картошку свекла у нас уже есть поэтому так где у нас картофель вот сеем картофель сеять будем вручную наймем работника имеется ввиду и немножечко наверное надо было сместиться но в принципе вроде бы проходим удачно так процесс посева пошел будем поглядывать за картофелем чтобы он не закончился у нас в сейлке и и давайте съездим продадим рыбу вот она у нас заправилась ух ты еще чуть-чуть надо съездим и сравним ради интереса цены вот велика ли будет у нас разница ну по прайсу я смотреть не буду вот чтобы не считать нам разницу а мы прям визуально все это дело увидим в коптильню чем удачно ездить допустим удачно и удобно там в принципе места для разворота очень много и собственно без проблем ты заезжаешь туда на разгруз а вот в магазин если привозить разгружать конечно поближе да вопросов нет но увы и ах там заезжать нужно просто ювелирно не всегда получается с первого раза но раз бывает даже с третьего заезжаешь вот ну что поделаешь мы не ищем никаких путей напомню 151 тысяча была на коптильне за вот эту бочку с рыбой не знаю что за рыбу мы возим скорее всего это семга какая-нибудь даже не потрошенная живая наверное но потому что такой ценник у нее большой так пробуем пробуем заехать ой нифига ну на удивление с первого раза сегодня получилось заехать обычно не всегда это получается давайте подождем подождем и посмотрим сколько денег дадут в магазине нам разгрузка идет быстро поэтому много нам ждать не придется ну давайте наверное еще минут десять поиграем с вами вместе и будем потихонечку закругляться что-то как-то уже стало под надоедать здесь игрушка надо разбавить чем-то наше фермерское хозяйство не знаю может быть в евротрек симулятор поиграть чем-то надо разбавить разбавить все-таки а то уже спина болит скажем так как трудиться на поле так да смотрите ну разница как я и говорил не сильно большая всего лишь семь ну максимум восемь тысяч евро с бочки так что в принципе кому где удобней тут там и в принципе разгружает так опять они колонны идут смотрите машины причем постоянно колонны ходят так сечки нам хватит сечку я пока не буду делать из кукурузы потому что зерна кукурузы нам тоже нужны хоть у нас мука кукурузная и уже есть в наличии но все равно все равно этого мало потому что у нас серьезное такое предприятие серьезный колхоз и в принципе объемы будут большие вот рыбой мы уже наш вот этот поселок Балдейкино поселок Балдейкино мы его рыбой закормили как бочка чуть было не перевернулась сейчас опять поставим машину на загрузку и как будет свободная минутка обязательно ее разгрузим все процесс пошел так что у нас здесь дальше песок опять смотрите почти полная машина здорово так ну что я не знаю семечки сюда у нас по-моему загружаться не будут мы сейчас попробуем по поводу модов не все моды ставится в игре возможно данные моды не поддерживается картой возможно ты архив не выдернул бывает архив в архиве вот и в принципе тогда нельзя так загружать надо разархивировать чтобы не было таких архивов в архиве и в принципе тогда у тебя все будет работать а может быть просто скажем так глючный мод и он сам по себе не работает собственно смотрите прошли маленький участок всего лишь вот ну сколько раз два может быть три четыре четыре пять ходов и смотрите уже полный бункер как так может быть вот столько семечек он нащелкал попробуем съездить продать эти зерна у нас разгрузиться можно на элеваторе и по-моему еще маслозавод здесь есть если мне память не изменяет а вот так вот придется нам за ним следом поездить чтобы разгрузить его ну хорошо он хоть быстро разгружается то есть в принципе особо проблем с этим не будет но он как и разгружается быстро так и загружается быстро то есть в принципе процесс идет практически одинаково то есть можно вот так вот весь стрим проездить рядом с комбайном ну или просто поставить курс на разгрузку данного комбайна но мы не ищем опять же повторю легких путей тем более бункер уже почти пустой ну может быть тонн 50-60 еще там не больше как раздобьем а уже на на сушке нет еще на все еще на все вот теперь все вот теперь точно все ну да где-то в районе 50 тонн мы разгружались пока точнее загружались и 50 тонн сверху еще он набрал так едем давайте посмотрим во первых куда мы можем семечки сгрузить ну кроме элеватора так сахар хлеб отруби подсолнух 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 смотрите идет в рыбхоз и подсолнух вот еще куда-то можно продать элеватор что ли не поймал здесь как-то хитро наверное просто здесь смещение вот так вот идет скорее всего на элеватор на элеватор у нас можно подсолнух продать за 1400 а в остальных местах что-то как-то здесь глючно все ладно карта здесь не блещет качество ну что поделать так у нас здесь да вот он у нас элеватор попробуем здесь продать вроде было хотя странно как здесь продавать это у нас же вроде бы складской объект но написано что по 1400 здесь сейчас посмотрим уууу как все запущено так нет это же не продажи погрузка так это у нас песок понятно поняна как говорится сейчас еще бабла срубим сейчас мы точно миллиончиками станем или миллионерами как хотите в принципе можно песок сгрузить еще и на дорожное строительство но пошли они нахрен козлы потому что они там совсем крохи платят вот за данный скажем так грузовик мы получим у бизнесменов 300 тысяч грубо говоря а у государства всего лишь 30 тысяч и чувствуете разницу до 1 0 вот здесь имеется виду дорожное строительство сюда я больше возить не буду здесь нас обманывают очень дешево покупают сейчас мы разгрузимся отправим на загрузку и будем заканчивать продолжим следующий раз возможно даже завтра так а вот дом бизнесменов каких-то новых русских точнее не новых русских новых обалдейкиных и вот мы ссыпаем сюда смотрите сколько нам бабла дадут бабла нам дадут 350 тысяч и чувствуете разницу я первый раз когда продан песок сюда на стройку получил тоже 300 кусков и потом думаю а чё я так далеко вожу дайте-ка я попробую разгрузить вот здесь на дорожном строительстве высыпал мне там дали что-то вообще крохи какие-то я думаю нихрена козлы ну вот и больше туда не вози у нас все равно дороги потресканы вон весь асфальт в трещинах так что нечего страшного пусть вообще там дороги не будет или пускай платят нормальные бабки так картошка у нас при посеве закончилась вот смотрите тратится постоянно денежки а нет уже не тратится давай дружок проезжай быстро нифига ты ещё портарами у меня серьезный ты пацан так сейчас у них кстати скоро обед у этих трактористов по-моему сейчас у них обед или с двух я точно не помню но он нас оповестит если что если что он нас оповестит так и давайте посмотрим что у нас с подсолнухом да подсолнух мы не продали смотрите тут у нас просто какая-то муть ну тут особо смотреть не стоит потому что здесь сейчас у нас все менюшки поперек перескочили поперепутаны все вот и просто ну это беда на самом деле поэтому следующий следующей серии мы здесь с вами все это дело проверим но такая басня случилась у нас после того как мы купили комбайн видать данный комбайн не очень хорошо работает на данной карте поэтому вот такие вот проблемы первый раз я так сталкиваюсь сколько карт было никогда таких проблем не было а вот здесь на данной карте вот такие вот косички ну посмотрим сколько мы еще будем играть на данной карте я не знаю поиграем и перейдем на следующую долина алтая у нас тоже рассматриваются как вариант как альтернатива данной карте так по-моему я не на ту это переехал вот беда точно у нас вон он же комбайн ездит ужас какой ну ладно сейчас мы объедем там у нас мост есть и заедем с той стороны потом мы его разгрузим так мост где он мост а вот он мост да дела дело одним словом работа кипит мозг тоже кипит расширили мы здесь поле и смотрите у нас прям посередине поля растет березка вот убрал уже как быстро поля но вот как я и говорил вот этот скоростной комбайн все-таки действительно проблема была именно в жатке то есть если вы надумали установить себе такой комбайн то обязательно обязательно ставьте модифицированную жатку иначе просто не будет толку от этого комбайна ну по скорости он будет такой же как и обычно ну что ж на этом стрима мы будем завершать жду вас в гости в следующий раз скорее всего это будет завтра вот и в принципе продолжим продолжим убирать поля кормить наших животных вот рассекать вот так же быстро вот ну а сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал твича на канал на ютуба комментируйте ставьте лайки всем пока